Ну вот мы начнем с того, что вы хорошо знаете. По крайней мере, когда я был в вашем возрасте, меня учили так. Натуральные числа, числа, возникающие естественным образом при счете предметов. Счет можно понимать как в смысле перечисления, так и в смысле исчисления. Перечисление это значит первый, второй, третий, четвертый и так далее. А исчисление 4, 5, 10. Вообще это определение даже и не нужно, если знать, что слово натуральное с латинской в переводе означает естественное. Значит это просто естественные числа. Ну а если с английского начали, значит это природная естественность. Казалось бы, все очень просто. Давайте попробуем определить, что известно в науке о времени, когда возникли натуральные числа. Вот это, конечно, как большинство картинок, скачано из интернета. Некоторые, правда, я сам делал, но большинство я скачал. Здесь такая диаграмма, которая показывает развитие двух ветвей, одна из которых превратилась в хомо-сапиенс, то есть человека разумного. Слева написано примерное время. Вот начинается здесь с того момента, это второй слайд, когда человек встал на задние лапы, ну точнее не человек, а человек, а обезьяна. Называется это хомоэлектус, то есть человек вертикально ходящий. И дальше определенные этапы, 1,9 миллиона лет и так далее. На последнем слайде, это уже время, примерно 120 тысяч, 30 тысяч лет назад, хомо-сапиенс, человек разумный. Когда же возникли по разным оценкам деятельности человека натуральные числа? Вот примерно в этом периоде. К этому периоду относится развитие понятия числа и фигуры. Если мы посмотрим на развитие понятия числа в более простом виде, вот по этим времени, то для привязки поставим лентер тальцев, это когда у человека появился огонь, шкуры, речь, а наверху даты в годах. Кромо-сапиенс, это уже хомо-сапиенс настоящий. Вот к минусу 30 тысячам лет назад относится первый известный, по крайней мере, мне известный артефакт, который говорит о том, что в то время люди уже считали. Сам этот артефакт вот какой. Но у меня на экране видно, и там, наверное, немножко видно. Это берцовые кости волка, на которых, на экране видно хорошо, но если вы подглядитесь, вот здесь зарубки. Обнаружено это захоронение в Мораве, то есть на территории Чехии, в 1937 году. Поскольку трудно предположить, что у живого волка на кости появляются какие-то зарубки регулярные, то, скорее всего, этот охотник отмечал таким образом какие-то свои победы. Значит, это свидетельствует о том, что в то время уже, по крайней мере, перечислительный подход к числам был. Раз черточки ставим, значит, как-то оцениваем их количество. По всем известным гипотезам, в периоду минус 8,5 тысяч лет назад уже число появились. Где привязки старейший населенный пункт на Земле, где непрерывно живут люди, город Иерихон, Палестинник, насчитывает 10 тысяч лет, то есть 8 тысяч лет до нашей эры, минусы означают до нашей эры, люди там уже жили. Ну и, берем тут 3,5 тысячи лет до нашей эры, натуральные числа, вместе с формой их записи и со простейшим счетом уже хорошо сформированы. Об этом есть масса документов. Ну, посмотрим немножко. Древний Египет. В Древнем Египте первоначальная запись чисел, палочки, конечно, 1, 2, 3 и так далее, до 9 палочек. Десятка уже изображалась специальным значком типа оглобли и так далее. Все это мне для рассказа не нужно. Нужно только, чтобы поняли, что первоначально считают как черт на палочках. А на этой картинке древний египетский писец, тогда образование ценилось все очень высоко, и люди, которые умели писать и считать, назывались писцами и были приближенными к фараонам и жрецам. Обладали их достаточной властью и их труд очень хорошо оплачивался. Древние Мецепаталии, коротко Вавилон, вот такой симпатичный Вавилоняне. От них осталась масса математических документов. Эти документы называются таблички, потому что они писали на глине, выдавливая там символы палочкой, а потом эта глина обжигалась или засыхала, и на наше счастье дошла до нас. То есть 5 тысяч лет этим документам, их очень много, в отличие от египетских папирусов, 500 тысяч, то есть полмиллиона, и несколько тысяч математично. И те же тут записи, вот эта таблица числовая, если приглядеться, вот здесь одинаковые значки, они называются галочки, а в других местах вертикальные значки, вот здесь, они называются клинышки. Дело в том, что на мязкой глине много не нарисуешь, и они ограничены двумя символами, клинышки и галочки. И сама техника этого письма называется перенопись. Потом я покажу, как они изображаются на бумаге. Древний Китай, как считали, тоже, конечно, все пошло от натуральных чисел. Здесь подчеркивание, черта внизу, здесь, здесь и всюду. Это просто отличает иероглифы палочки от других иероглифов. Это не знак, а подчеркивание, что это число. Верхний символ означает ноль, одна палочка единица, две палочки двойка, три палочки тройка. Но, собразительные китайцы, четыре палочки не рисовали. Они уже для четырех палочек придумали иероглиф, который мне лично напоминает букву Пи в окошке. Это четверка. Но, тем не менее, начинали все время с палочек. В Древней Индии начало тоже с палочек, только эти палочки рисовали горизонтально. В египте было две системы письма. Одна коротко просуществовала, называлась цифрой хорошей. А другая, в некотором смысле, дошла до наших дней, за цифрой прахнет. И если вы на них посмотрите, ну, палочки палочками, а дальше что-то похоже на наши с вами цифры. Шестерки, семерки и так далее. Эти цифры со временем видоизменялись. А на этой картинке первый индийский математик, который оставил специальный математический труд, три Абхата, он уже пользовался цифрами, только не такими. А вот какими? Западно-арабскими цифрами. Смотрите, а единица наша, двойка наша, ну, тройка что-то похожее, шестерка, семерка, восьмерка, девятка наша. Ну, на самом деле, конечно, цифры не наши, а это мы взяли их цифры. Эти цифры из Индии попали к Арабу, поэтому и называются арабские цифры. В арабском калифате было большое внимание к науке, и на заре этого внимания ученое имя, которое вам, возможно, известно, Аль-Харизми, а то в имени происходит современное понятие алгоритм. Обратил внимание, что, как он сам говорил, индийцы умудряются записывать любое число с помощью всего девяти букв. Девять букв, это один, два, три и так далее, это девяти. Это очень хороший способ, и я хочу, чтобы его владели в арабском мире. И вот он это пропагандировал, писал труды, а слово алгоритм, потому что он написал алгоритмы действий с этими цифрами, ну, конечно, с числами, а не с цифрами, которыми, в общем, мы пользуемся до сих пор, привычные нам алгоритмы. Ну, вот эта сводная табличка, я ее пока так подробно описывать не буду, хочу только вам показать, что все начинается с палочек. И здесь палочки, это египетская запись, варелонская, только палочки в виде вот таких клинышков. Правые лаляне со временем обленились, лень, двигатель прогресса, и вот эти девять, они уже не рисовали, а рисовали по одной подиагонали, эту, эту и эту, и думали, что это девять палочками рисованы. Ну, не думали, договорились. И так далее, даже если посмотрим на изображение числа людейцев в мае, то же самое, только не палочки, а точки, одна, две, три и так далее. Вот дед китайский, одна, две, три, а четыре китайцы уже и ровно. Это говорит о том, хорошо известном психологу наблюдения, что маленький ребенок быстренько повторяет, если можно так резко сказать, всю историю развития человечества. И в частности, историю появления чисел. Маленькие дети, все мы с вами, когда были маленькими, считали, конечно, с помощью палочек. Это ровно то же самое. Вернемся к натуральным числам. Теперь мы временно перенесем в современность, когда уже есть развитие математики. Можно вместо слов, которые наверху, дать любое определение. Множко натуральных чисел, которые обозначаются вот такой жирной буквой M. Это один, два, три, четыре и так далее. Так вот, надо отдавать себе отчет, что обычно в школе не делают, что это никакое неопределение. Неудобство этого определения заключается не в том, что мы не понимаем, что такое натуральные числа. Что такое натуральные числа, к восьмому, а многие раньше, понимают без всякого определения. Скажешь им 25, натуральное, скажешь 25,5, ненатуральное. Неприятность не в этом. Вот на этом языке и так далее ничего доказывать нельзя. Как, например, доказать, что сложение коммутативно, что мы хорошо знаем. С помощью этого определения надо перескладывать все числа и так далее. Что, конечно, невозможно. Их бесконечно много. Более того, а что такое сложение? Вот я не знаю, задумывались вы, что такое сложение? Я задумывался. Ну, по-моему, уже после школы. И стал думать, чему меня научили? Что такое сложение? Пришел к выводу, что в школе меня научили тому, что для того, чтобы сложить 5 и 3, надо взять кучку из пяти предметов, кучку из трех предметов, сдвинуть в одну кучку и пересчитать за другое. Не более никакого определения сложения в школьной математике нет. Его не было и в настоящей математике до определенной поры, когда по разным причинам стали предъявлять повышенные требования к математической строгости. Происходило это не так уж давно, каких-нибудь 120 лет назад, в конце 19 века, в начале 20-го. Вот и стали задумываться, что такое складывать и вообще, что такое единица. Не будем уж говорить про натуральные числа. И многие попытки вполне серьезных людей определить, что такое единица, кончились с крахом. Если они пытались определить единицу, у них где-нибудь в определении встречалось понятие двойка. Но тогда вопрос, что такое двойка, а двойка через единицу. И над этим организирована такая выдающаяся математика, как квад-кар-э, что вы так не определите ничего. И тогда, наконец, было понято, что поступать с натуральными числами надо так же, как мы поступаем в геометрии. Если вы вспомните, это и в школьной геометрии, потому что это идет от Ифрида, который первым понял, что так надо делать, но он, правда, однозначно это не заявил. Точка и прямая в геометрии понятия исходные, неопределяемые. А вместо того, вместо определений, которых нет, все на связи нельзя определить. Иначе получится логический круг. Будете определять новое через неопределенное старое и вернетесь опять. Так вот, вместо определения неопределяемых понятий, есть аксиомы, часть из которых вы в школе проходите. Например, через две точки можно провести прямую, и при том только одну. Оказывается, так надо поступать, в принципе, везде, где вы хотите добиться какой-то строгости. И то же самое, так надо поступать в натуральных числах. Подходы могут быть разные, не важно, что считать неопределяемым понятием. Но в стандартном подходе, неопределяемыми понятиями для того, чтобы четко описать, что такое натуральные числа, в стандартном подходе он не единственный. Выбраны два понятия. Единица не определяется. Понимаем все просто так. Нечто. И быть следующим. Но тогда надо вести аксиомы. Аксиомы там мало, всего пять штук. Четыре из них очень простые. Я о них говорить не буду. А вот человека, который это придумал, я вам покажу. Это придумал в начале 20 века итальянский математик Джозеппиано. Придумка была удачная. И эти пять аксиомы, в общем, считаются общеупотребительными. Правда, для живой работы они не всегда нужны. Может быть, никогда не нужны. Но если вы хотите доказать, что два плюс три – пять, то вам надо определение сложения. А из аксиом, после аксиом дать определение сложения нетрудно. Я это сделаю. И тогда утверждение, что сложение коммутативно, будет те левы, которые можно доказать на основании аксиома пиана. Ну, дальше я попробую рисовать. И заодно получусь переключать эту штуку. Пока я рассказывал примерно, как было в истории. Вот это я должен... Да, да, да. А дальше, я думаю, во всех школах и сейчас так же происходит. Рассматриваем следующую вещь. Ну, вот мы прекрасно складываем... Ну, и где? Ага. Пять плюс три. Имейте в виду, что я учусь писать как маленький. Ну, будет все-таки восемь, по-моему. Потом начинаем складывать произвольные числа и приходим к уравнениям. Например, M плюс X равно N. Ну, если я возьму M5, тут напишу плюс X равно восемь, то не трудно догадаться хотя бы перепору, что X равно три. А если я напишу восемь плюс X равно пяти, то точно так же не трудно положить, догадаться, что никаких натуральных X здесь нет. Просто пробовать начать. И возникает идея ввести какие-то новые числа, которые называются отрицательными. И все это вы знаете, что здесь минус три. Но исторически было совершенно не так. Несмотря на естественность вот этого процесса, попыток решения уравнения и введения отрицательных чисел, отрицательные числа появились намного позже, чем дробные числа. В изложении с точки зрения алгебры, конечно, сначала появляются отрицательные числа. В изложении с точки зрения... О, переключилось. Дальше я должен делать. В изложении с точки зрения истории надо рассказывать после натуральных чисел дробные числа. А дробные числа возникли очень давно, практически вместе с числами натуральными. По-видимому, людям сначала надо было делить, а только потом и читать. В Египте дробные числа возникли одновременно с появлением натуральных чисел. То есть мы разделить по имеющимся документам не можем. Обозначения были очень интересные. Будем дальше тренироваться. Ага, правильно. Египте они обозначали одну вторую вот таким значком. Только он не попал мне туда. Вот такой значок. Одну треть они обозначали вот таким значком. Такое облако, а под облаком одна палочка. Две трети они обозначали вот таким значком. Тут две палочки. Одна из них называлась большая половина, а другая малая половина. А вот одну четвертую они обозначали так. Такое облако, а здесь четыре палочки. Ну, точно так же они обозначали, скажем, одну пятнадцатую. Пятнадцать – это десять, а десять в виде вот такой облома нарисовалась, ну и пять палочек. Таким образом, записки на самом деле похожи на нашу. Числить ей все время единицы, и киптяне любили только такие дроби, они называются аликотные. Числить ей все время единицы. А роль черты дроби играет вот эта длинная облачка. Значит, если перевести на наш язык, тут написано одна пятнадцатая. И был это у египтян в первых же документах математических, которые до нас дошли. У Вагаланян еще раньше. У Вагаланян очень хитрая система счисления. Наверное, вы знаете, что то, что у нас час делится на шестьдесят минут, а углы делятся в полный оборот на триста шестьдесят градусов, это наследие древневавилонской системы, которая была десятично-шестидесятиричной. Но Вагаланяне еще так хитро писали, что можно сравнить с тем, что вы пишете в десятичном виде, но не ставите запятую. Например, в десятичных обозначениях один, три, пять. Они могли это читать как сто тридцать пять, как одна целая тридцать пять сотых или как тринадцать целых пять десятых и никогда это не поясняли. Понимали по контексту задачи, где стоит запятая. Но тем не менее дроби у них были. То же самое в Китае, а в Индии было совсем интересно. Вот если мы с вами пишем дробь вот так, где А и В у нас пока натуральные, то индийцы такую же дробь написали бы вот так. Вместо чистой дроби они рисовали рамочкой. Правда, надо понимать, что А и В, конечно, они не писали эту жалобу. Они писали что-нибудь конкретное. Скажем, семь, восемь. И вместо того, чтобы поставить экономную чёточку, они всё обводили вот так. Таким образом дроби появились гораздо раньше. Чтобы посмотреть, насколько это раньше, мы сейчас вернёмся к тем картинкам. Значит, на этой картинке в качестве рекламы или информации показан немецкий учёный Эдвард Ландау и его книжка «Основа анализа». Вот в этой книжке «Основа анализа» чётко и аккуратно описана система пиана и введение всех остальных чисел вплоть до комплекса. Книжка очень сухая, но очень аккуратная. Начинается она очень весело. Начинается она со слов «Забудь всё, чему тебя учили в школе, потому что ты этому не научился». Книжка как бумажная мало доступна, потому что она старая, но она есть в интернете, адрес внизу. Тем, кому интересен этот предмет, я её советую почитать. Мне она понравилась. Так вот, тропы появились, точно мы сказать не можем, но примерно 3000 лет до н.э. В 3000 году где-то до н.э. А отрицательные числа впервые возникли в Китае во втором веке до н.э. То есть, как вы видите, интервал примерно 3000 лет. Почему так произошло, трудно сказать. По-видимому, дробные были нужнее отрицательных. «Красные» я написал не случайно, потому что китайцы писали кисточки на шелке, и отрицательные числа они писали красными, красной тушкой. И называли их «красные числа» или числа «фу». Но «фу» это просто фонетически, как звучит по-китайски и отрицательные числа. Первое были китайцы. Посмотрю, что я должен дальше рассказывать по плану. Значит, вернемся к алгебраическому пути. На алгебраическом пути, надо рисовать. На алгебраическом пути дальше вы знаете, что происходит. Дальше, после уравнения типа «a» плюс «x» равно «b», где «a» и «b» натуральные, приходится вводить отрицательные числа. То есть для любого числа «a», принадлежащего множеству натуральных чисел, вводится число, которое обозначается минус «a» с условием «a» прибавить минус «a» равно нулю. Ага, появилось еще одно число – ноль. Кто изобрел ноль, неизвестно. Разные источники указывают разные версии. Среди них Китай, Индия, Индонезия. В Вавилоне было даже ноль. Для чего они писали? В них была позиционная система, и они так писали пропуск разряда. Но вот то, что вы можете прочитать в разных книжках, что ноль – великое изобретение человечества, я с этим не согласен. Никакое оно не великое техническое изобретение. Дело в том, что он возник не как ноль в алгебре, а он возник как ноль в арифметике для обозначения того, что у вас какой-то разряд пропущен в записи. А это еще древние ваглоняне придумали. Сначала они ставили другим концом палочки ямку, а потом это перестали делать, просто интервал оставляли без всякого значка. Но так или иначе, вот мы привели отрицательные числа, и все вместе отрицательные натуральные и ноль называются целыми числами. Ну а дальше на алгебраическом пути, естественно, возникают дроби. Определяется понятие умножения, и переходим к попыткам решать уравнение АХ равно В, где А, В – целые числа, целые, как вы знаете, обозначаются жирным Z, и А не равно нулю, потому что если А равно нулю, видно, что решения нет. Ну и когда мы берем хорошо подобранные числа, типа 2Х равно 8, легко догадаться, что Х равно 4, а если мы возьмем 3Х равно 8, то легко догадаться, что целого решения мы не найдем, значит нужны новые числа, они называются дробными, и они более-менее как лично водятся в школе, поэтому я про это рассказывать не буду, как водятся дробные числа. На алгебраическом пути они появляются после отрицательных. Ну и теперь у нас множество чисел расширилось, и давайте посмотрим, как это можно изобразить формально, чтобы охватывать все множества чисел. Значит, вернемся сюда, стекущего слайда. Будем смотреть, что мы гнаем к настоящему моменту лекции. Вот это кружок, символическое изображение множества натуральных чисел, это. Другой кружок, в честь китайских фуг, красный, символическое изображение целых отрицательных чисел. Для них нет буквы, которая обозначает это множество. Еще есть особое число ноль, которое не тому и не тому ему лежит. Все вместе эти числа называются целыми числами. Ну вот поставим z так, чтобы она относилась ко всему. Теперь добавим еще дроби. Дроби вместе с целыми называются множеством рациональных чисел, и обозначаются буквой q, а вовсе не буквой r, первые буквы и слова рациональные, потому что это идет от слова двошин, отношения. Вот эти числа мы знаем к этому моменту лекции. Формально это можно записать вот так. Целые числа, это натуральные, плюс отрицательные целые, плюс ноль. Но плюс здесь обычно не пишут, потому что это не ритметика, а теория множеств. И пишут объединение, вот такой значок. Надо объединить в одну кучу натуральные, отрицательные целые и ноль. Если мы еще сюда добавим дроби, то дроби вместе с целыми дают множество рациональных чисел. Как вы видите, построение числовых систем происходит путем расширения. К старых добавляются новые, и эти новые, как частный случай, включают в себя старые числа. Вот этот процесс расширения, начальный этап, написан внизу. Что делать дальше? Дальше давайте пойдем алгебраическим путем и посмотрим более сложное уравнение. Ну а более сложный, с первой степени ничего не придумаешь. И давайте писать уравнение второй степени. Ну, например, х квадрат, если я сумею написать, х умел. Квадрат равно, скажем, 2. Или по-другому, х квадрат минус 2 равняется 0. Разница, конечно, небольшая, но про второе я могу сказать, что слева написано многочлен степени 2, и я ищу его корню. Как вы все хорошо знаете, у этого уравнения есть решение плюс-минус корень из 2. Но что это за объект такой корень из 2? Если бы было х квадрат равно 4, то решение х равно плюс-минус 2. А целые числа положительные и отрицательные мы уже прошли. Ну, а если в историческом аспекте человечество уже знает, никаких загадок нет. Если бы тут было х квадрат равно 4,25, то тоже никаких проблем нет, потому что мы с вами считаем, что рациональные числа мы уже знаем, и можем догадаться, что х равно плюс-минус 2,5. Итак, а с корнем из 2 ситуация оказалась очень странной. Дело в том, что корень из 2 не удается записать в виде троли. И этот, насколько я понимаю, в школе проходит. На всякий случай я объясню, что это означает. Давайте рассмотрим прямоугольный треугольник с дрожащими катетами и еще более дрожащими гипотенузами. И будем считать, что этот дрожащий катет на самом деле отрезок прямой длины единицы, и это тоже отрезок прямой длины единицы. И теорема Пифагора, которая известна была до Пифагора, что если один катет А, а другой катет Б, то сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Мы получаем по этой формуле корень из 2. Давайте попытаемся этот корень из 2 представить в виде какой-то дрожи. Я не уверен, что так было, но так вполне могло быть, что у древних греков, которые первые этим занялись, есть линейки, на которой стоят, ну вот у меня большая единица. Тут единица, тут двойка, линейка длинная, один, два, но более длинной не надо. И будем ее прикладывать к гипотенузе вот сюда и мерить. Очевидно, что когда я приложу, я не попаду, если я вот сюда ноль приложу, надо еще ноль нарисовать на этой линейке, если я сюда приложу ноль, то в концу не попадет ни единица, ни двойка, потому что единица в квадрате всего один, а два в квадрате четыре. Ну тогда естественный подход разделим вот здесь на десять частей, ну это будем считать на десять частей и опять приложим. Если сделать эксперимент, мы опять не попадем. Давайте тогда после 1,4 вот здесь еще на десять частей разделим, опять приложим и опять не попадем. При большой единице, длинной единице, такой эксперимент осуществим реально и можем подумать, что греки его делали. Но на самом деле можно по-другому подойти. У греков дробей в нашем понимании не было. Древние греки считали, что единица, назовем ее в честь единицей буквы Е, неделима. И вместо дробей они рассматривали пропорции или отношения m единиц разделить на m единиц. То есть греки не могли сказать дробь m, n. Но они спокойно говорили, один отрезок относится к другому, как m единиц к m единицам. Но мы-то с вами, конечно, испорченные образованиями единицы быстро сократим и получим обычную дробь. С математической точки зрения это и есть обычная дробь, но греки так не думали. И вот они задумались, можно ли корень из двух представить вот в таком виде. Мы бы с вами написали m к n, а греки говорили m на e разделить или относится к n на e. И быстро догадались, хотя это не просто, что это нельзя. И даже доказали, почему это нельзя. Сделали это в школе Пифагора. Сама пифагорейская школа, тут больше ста лет, но это не значит, что Пифагор жил больше ста лет. А вот его сообщество первоначальное, оно потом возрождалось, существовало 130 лет. Вот кто это конкретно открыл, неизвестно. Одни считают, что это открыл Пифагор, что коген из двух нельзя измерить дробью. Говорят, несоизмеримо. Или по-другому не является дробью, не является рациональным числом. Другие считают, что это открыл Хипас из метапонда. Я думаю, мы никогда не узнаем истину, кто это открыл. Но зато мы знаем, что открыли это в это время, и доказательство ровно такое же, как в школе, от противного. Предположим, что коген из двух дробь, и там дальше противоречие с черным и черным. По-моему, в девятом классе оказывается. Раз я показал эти картинки, я хочу вас предупредить здесь и везде в древней истории. Большинство портретов вымышлены. Портрет Пифагора еще есть некоторая надежда, что на него похож, но не больше, чем надежда. А это просто рисунок художника, а показал его для того, чтобы напомнить вам легенду, что якобы школа Пифагора была секретной. Конечно, как люди, уже думающие о математике, они понимали, что это великое открытие, что коген из двух не соизмерим с единицей. И вот Гиппас раскрыл это открытие непосвященным, за что боги наказали его, и когда он поехал на корабле, корабль попал в бурю и утонул. У этой легенды никаких достоверных оснований нет, но ее все приводят красивые легенды. Хотя про Гиппаса нам почти ничего не известно, про Пифагора немножко больше. Но так или иначе, древние греки открыли, что есть числа, кроме рациональных. Во всех книжках, которые я знаю, написано, что это был первый кризис в математике. Я считаю, что это ерунда, никакого кризиса не было. Во-первых, древние греки не бросили заниматься математикой, просто они направили ее по геометрическому пути, а не по арифметическому. А через 200 лет они построили вполне логически убедительную теорию действительных чисел, то есть фактически определили иррациональные числа, сделала замечательную математику Евдокс. И вот здесь я должен сказать, что история, конечно, женщины несправедливая. Имя Пифагора известно всем, можете любого прохожего остановить, он вам скажет, что по крайней мере есть какая-то теория Пифагора. Хотя результатов у Пифагора не так уже много. Имя Евдокса известно почти всем, потому что большинство населения нашей страны все-таки еще ходят в школу, но в свое время, конечно, в молодое население. И там про Евдокса говорят. А имя Евдокса известно даже не всем специалистам. А этот он совершенно гениальный человек, жил незадолго до Евдокса, и он в те древние годы построил содержательную теорию действительных чисел, то есть определил рациональные числа. Потом, на том же самом рубеже 19-20 века, когда возник интерес к строгости, Евдокса давно забыли и построили новую теорию действительных чисел. Построили ее одновременно три разных ученых, Верштрасс, Кантер и Дедекинт. И Дедекинт, конечно, не зная, повторил конструкцию Евдокса. И один из математиков написал письмо, образованный математик. Чего это ты сделал? То, что ты сделал, ничем не отличается от того, что сделал Евдокс. Для того, чтобы сравнить отношения математики в Древней Греции и в наше время, я процитирую вам одно место. Проблема несоизмеримости получила громкую известность среди широких кругов образованных людей. В диалоге Платона, Платон философ, Древней Греции, законы, один из его участников, Афиняне, говорит, что поздно узнал о несоизмеримости и стыдится того, что не знал об этом раньше. Потому что это свойственно не человеку, но скорее каким-то свиньям. Представляете, в обычное население Афин, третий век до нашей эры, считается стыдным не знать факты соизмеримости. А сейчас считается совершенно не стыдным, когда какая-нибудь политическая или шоу-звезда с экрана телевизора мило улыбаясь, говорит, «Я в школе математику не любил, ничего не понимал, и считать два плюс три могу с трудом». И он не чувствует, что не скажет про себя, как говорили древние, что это свойственно не человеку, но скорее каким-то свиньям. Так что неизвестно, в какую сторону направлен прогресс. Другая цитата принадлежит Аристотелю. Аристотель красиво написал, «Удовольствие от питья противоположно страданию от жажды, но удовольствие от рассмотрения того, что диагональница измерима со стороной, ничего не противопоставит». Вот какое это высокое удовольствие, что даже ничего, что нет даже такого сильного неудовольствия, которое можно противопоставить. Но я не буду рассказывать действительные числа, а то я и комплексные, и так с трудом успеваю. Добавим просто сюда числа, которые называются ижециональными. И вот все вместе эти числа называются действительными. Буква «Р» от «Рел» – вещественные, действительные. И они более или менее удовлетворительно вводятся в школе. Значит, если использовать символику того типа, как «Была», Рациональные числа – это объединение… Действительные числа – это объединение рациональных и иррациональных. А если продолжить цепочку включений, натуральная есть часть целых, целая часть рациональных, а рациональная часть всех действительных. Вот такая цепочка включений. Ну и, казалось бы, можно успокоиться, но вот еще есть какие-то комплексные числа. Если пойти алгебраическим путем, то комплексные числа появляются столь же естественно, как все предыдущие. Давайте, наряду с нашими простенькими уравнениями, которые мы смотрели, говорят, что она запоминает, вот с такими уравнениями, посмотрим то же самое, то поизменим знак, скажем, у четверки. Напишем уравнение. Х квадрат… Х потерялся. Тяжелая эта работа. Х квадрат… Х квадрат… Плюс… Четыре… Равно… Ну же… Если мы возьмем все числа, которые мы опозрели до сих пор, то есть действительно, нетрудно догадаться, что никакое действительное не подойдет, потому что квадрат положительный, четверка положительный, два положительных места и ноль не дает. Дальше естественный путь – придумать новые числа, такие, чтобы вот этот многочлен… Возьмем попроще, причем этот четверок, возьмем хотя бы единицу, чтобы он имел форму. С точки зрения алгебры это даст следующий шаг. Но в этом месте существует миф, которым придерживаются даже многие математики, что мнимые числа были придуманы именно для того, чтобы квадратному уравнению было не обидно, чтобы она тоже имела форму. Это не так. В истории это было совсем не так. Я могу сказать по-другому. Можно было долго-долго жить, заниматься математикой и считать, что это уравнение не имеет решения, ничего не произойдет. Конечно, мы будем ограничены наших математических возможностей, но никаких противоречий не будет. Нет решений на здоровье. Поэтому в истории эти числа были придуманы не для того, чтобы это уравнение имело решение, а с другой точки зрения. И придумано оно было, нельзя сказать конкретно кем, компанией людей, которых вот я сейчас покажу. Первый из них это Джеролама Кардана, итальянский математик неправильный, лучше ученый, он был врач по образованию. Это наиболее яркая фигура всего 16 века в Европе. Другая личность это Никола Тарталья, тоже итальянец. И третья, это Сапион Дельферра. Дело в том, что люди занимались не задачей, чтобы квадратное уравнение им всегда имело решение, а занимались другой задачей, придумать формулу для решения уравнения третьей степени. Для квадратного уравнения по существу формулу не знали, потому что формулу написали. Но словами эту формулу могли описать еще в древнем Вавилоне. Х первое второе равняется и так далее. А для кубического никак не получалось. И вот Кардана чуть-чуть о нем расскажу. В детском возрасте задумался в 8 лет, когда его было о смысле жизни. И решил, что смысл жизни для него, по крайней мере, заключается в том, чтобы оставить свое имя на веке. Достигнуть это можно разными способами. Как вы понимаете, самый простой способ – сжечь какой-нибудь храм. Я имею ввиду храм Герострата. И вы найдете в историю на века, конечно. Особенно, если еще, как это сделали древние греки, запретить произносить имя Герострата. Стоит запретить произносить, все, конечно, начнут его произносить. Вот и время до нас и дошло. Но Кардана придумал другой способ. Он решил, что он напишет столько книг и таких хороших, что эти книги останутся. И, надо сказать, ему это удалось. После очень интересных разных занятий, о которых у меня нет времени рассказывать, он написал книгу «Великое искусство», в которой написал, ну, конечно, на уровне языка того времени, почти все, что я вам сейчас рассказал с точки зрения алгебры. Как решается линейное уравнение, как выводится формула для решения квадратного уравнения. Вот книжка готова. Он называется «Великое искусство», составленное магистром Кардана и так далее. И тут он узнает, что некто Никола Тартали умеет решать кубические уравнения. Кардана понимает, что если кто-то умеет решать кубические уравнения, то книжка о квадратных уравнениях в веках не останется. И он поставил себе цель опубликовать решение Тарталия. Но Тарталия тоже изображал, что эта вещь важная и ни за что свой секрет не открывал. С помощью очень хитрого психологического маневра все-таки Кардана заставил Тарталию раскрыть свой секрет, но дал страшную клятву, что если я раскрою этот секрет, пусть вы дальше сами придумаете. Пусть мое имя будет обещащено и так далее. И вот он находится в такой замечательной ситуации, когда он секрет знает, запубликовать хочет, но дал клятву. И тут ему сообщили, что задолго до этого, задолго лет 30, формулу для решения уравнения третьей степени открыл Сапиотель Ферро, который тоже итальянец, работал в Балоне, вот он здесь написан. Он был профессор Балонского университета, но ему не надо было публиковаться, тогда не требовали отчетов, сколько вы работы публиковали в арковских журналах за последний год. Он решил эту задачу, положить ее в стол. Когда Кардана об этом узнал, он предпринял экспедицию, на самом деле поехал в Балоне, но это все-таки не сейчас сесть в электричку. Поехал в Балоне, пришел в этот университет, а Дельфера уже нет в живых. Там его преемник, зять, родственник, которого звали Аннибала Делла Нава, которому было глубоко наклевать вообще на эти кубические уравнения и на все остальные. И когда Кардана спросил, можно ли я посмотрю бумаги Дельфера? Пожалуйста, смотри. И Кардана там нашел решение и опубликовал свои книжки. И вот до сих пор спорят право, но и неправо. Он в книжке написал честно, что мне это сообщил Тарталия, и я дал клятву не говорить, но когда я узнал, что это первая открытная Тарталия о Дельферах, я решил, что я свободен от клятвы. Ну и как вы понимаете, своей целью вам добился, потому что формула, о которой идет речь, называется формула Кардана. Здесь наверху написано кубическое уравнение почти общего вида. Что значит почти общего? Почти тут нет квадрата, но от квадрата всегда легко избавиться. Это можно рассказать за 30 секунд, это очень просто, я это делать не буду. Всегда нужно избавиться от квадратов. А вот для такого уравнения есть такая формула. Не надо, конечно, думать, что Кардана и Тарталия ее писали. Нет, в то время формул не писали. Они заучили ее, а чтобы не слова не заучили. А чтобы заучить такую сложную вещь, они все это формулировали в виде стихов, чтобы не забыть самому. И вот, собственно, это стихотворение Тарталия и вытолк Кардана. Там еще очень много интересных вещей. Я скажу книжку, в которой вы можете это почитать. А вот теперь смотрите. Ну, придется мне переключиться. Напишем такое уравнение третьей степени. Замечательно. По простоте. Где там? Где же? Ага, вот пишет. х минус 1 умножить на х минус 2 умножить на х минус 3. Это 3. Равняется нулю. Надеюсь, несмотря на такую изящную тройку, вы понимаете, что слева написано многочлен третьей степени. Раскройте скобки. Понятно, что на третьей степени? Так же, так сильно на вас надеюсь, что вы понимаете, что у него есть три корня. х1 равна единице. х2 равняется двойке. И х3 равняется тройке. Но если вы раскроете скобки и примените к этому уравнению с раскрытыми скобками формулу кардана, то вот под этим внутренним квадратным корешком будет отрицательное число. Это легко проделать. А ведь корни квадратные из отрицательных чисел не существуют. И получается удивительная вещь. Корни уравнения третьей степени, которые я только что с трудом нарисовал, уравнение это простое. Это я рисую плохо. 1, 2, 3 куда проще. А формула кардана, а других нет, не дает возможность вывести ее без обращения к некоторым новым числам, корням квадратным из отрицательного числа. Вот здесь-то и возникли эти самые новые внеевые числа. Ну и комплектные числа. А вовсе не для того, чтобы можно было уметь решать квадратное уравнение. Гриш, там слева у меня не в кубе х1. А? Слева у меня х1 степени. Вот здесь х1 степени, да. Это опечатка. Причем опечатка не моя. Формула тянутая из интернета. Но прошу прощения, я не заметен. Я ее не набирал. Тут нет их службы. Тут просто х1, 2, 3, если хотите. Значит, вот эта замечательная история, которая из-за недостатка времени, я ее помню всю, я не мог рассказать, описана в разных книжках. История, как Кардана с сотоварищами открыли необходимость книгных чисел и формулу разрешения уравнений третьей степени. Изложена в разных книгах, но лучше всего вот в этой книжке. А это ее переиздание. Авторы Гутер и Полунов. Значит, свежую книжку еще можно найти. Это, конечно, нет. Но текст там одинаковый. Но на самом деле есть универсальная библиотека. Можете ее скачать с множества адресов. Вот один из них. Настоятельно рекомендую школьникам и не только ее прочитать. Это детективный роман. Хорошо написанный. И там, в отличие от другой истории, почти все правда, потому что там приводятся документы. Но это был 16 век, документы сохранились. На самом деле, как следует понял, что такое мнимые числа и что я вам попытаюсь после этого рассказать, не карданы. Карданы и другие не поняли это как следует. Что значит не поняли? Не поняли, как делать алгебраические операции с мнимыми числами. А поняли это Рафаэль Бамбелли, тоже итальянец, попозже немножко. А вот его труд, где он написал, как надо действовать с мнимыми числами. Теперь вернемся вот в это место и переходим к математике. Пока я вам рассказал, как они появились. Извините, я прощенок в этот год. А теперь я буду рассказывать математику. Вот я надеялся, что это останется на доске, а я буду писать. Но раз это не так, давайте смотреть. Что мы хотим сделать? Мы хотим ввести новые числа, которые будут называться комплексными или комплексными. Допустим оба ударения, поэтому я не могу сказать, какое правильно. В этой ситуации я говорю иногда так, иногда так. Ома грамотные. Так вот эти комплексные и комплексные числа, мы от них хотим, во-первых, чтобы они были новые числа, расширение множества старых, а старые это все, про которые я говорил до сих пор. А что означает расширение? Во-первых, старые числа должны быть частным случаем новых чисел, как было все время до сих пор. Во-вторых, новые правила арифметических действий, которые мы придумаем для новых чисел, при применении к старым должны давать то же самое, что давали старые действия и старые правила. И только второе требование. Мы хотим, например, чтобы вот это уравнение, как мы видим достаточно простейшее, в области новых чисел имело бы решение. обращая ваше внимание, это мало где пишет, главное не чтобы это уравнение имело решение. Здесь поступить очень легко. Берем какой-нибудь объект, который нам нравится или не нравится. Ну, условно, рыжую кошку. И торжественно объявляем, что рыжая кошка является решением этого уравнения. Это ничуть не лучше и не хуже, чем объявить, что некое никому непонятное И является решением этого уравнения. Это одно и то же. Ввести новый объект и сказать, положим, что он решение, это не достижение. А вот ввести новые объекты, чтобы над ними можно было делать арифметические действия, похожие над старыми, это наша задача. И эта задача решается не так, как обычно рассказывают в школах и, скажем, технических узах. она решается не тем, что объявляется, что пусть И такое число, что И квадрат равно минус единице, и дальше как-то с ним надо действовать. Тут, естественно, возникает вопрос, что это за И такое? Почему оно И? Да есть ли такое число? И возникает всякая мистика, которая была в истории до определенного момента, о чем я попытаюсь рассказать. На самом деле, надо вводить эти числа спокойно, не сильно придумывая новые значки. А именно, стандартный и, по-моему, хороший способ такой, торжественно объявляет комплексное число это упорядоченная пара действительных чисел. Коротко это записывается так. Уголок означает, что я рассматриваю их с порядком, то есть я считаю, что А первая, а В вторая. И это, говорю, комплексное число. А множество всех таких упорядоченных пар, где А и В действительные числа, это я пытался буквально нарисовать, объявляется новым числовым множеством множеством комплексных чисел, которые обозначаются С. Но в этом толку столько же, как ввести их число И. А вот сейчас я аккуратно введу правила действий. Первое, что мы сделаем, во-первых, я уже не буду писать угловые скобки, мне трудно здесь их писать, я буду писать круглые. Сначала мы торжественно вводим определение, что значит два комплекса числа, то есть просто-напросто две пары равны. Два комплекса числа по определению равны тогда и только тогда. Ребята, это стрелки. Когда А равно С и В равно Д. Дальше мы вводим определение сложения. По определению пара АВ прибавит пару СД, ужасный кончик, равняется А плюс С, В плюс Д. Эту формулу надо правильно понимать. Тут везде стоит значок плюс, но они разные. Вот про эти плюс говорить нечего. Здесь мы складываем просто действительные числа, как обычно. А вот этот плюс совсем другой. Он новый. Это сложение пар, сложение комплексных чисел. Именно его эта формула и определяет. Дальше можно легко увидеть, что пара вида 0,0 при сложении ничего не меняет. Если я 0,0 по определению, которое было написано выше, посчитаю 0,0 плюс СД, то я и получу СД. Такое число, которое ничего не меняет, играет роль обычного нуля. Играет роль нуля в множестве комплексных чисел. Дальше надо ввести умножение. А вот умножение вводится хитро. АВ умножить на СД по определению считается по довольно сложной формуле. АС минус ВД это первый член пары, запятая. А второй член пары АВАД плюс ВС. Почему так? Но ответ не почему, а вот для чего. Для того, чтобы старые правила действий выполнялись. А старые правила действий я их писать не буду. Скажу вкусно, к которым мы привыкли. Умножение коммутативно. То есть первое на второе равно второе на первое. Умножение ассоциативно. То есть если я перемножаю первое на второе на третье, все равно где поставить скобки, какое умножение делать раньше. В умножении есть нейтральный элемент единица. И здесь есть единица. Если по вот этой вот формуле, которая тут написана. Если попытаться посчитать А на В умножить на 1, 0, то тупо применяя верхнюю формулу, просто считая А на 1 плюс В на 0, получится А. Дальше А на 0, как там положено, плюс В на 1, получится В. Мы увидим, что при умножении на вот этом ничего не меняется. Значит, пара 1, 0 играет роль единицы. Роль единицы. И выполняется главное свойство, которое есть в действительных числах. Если у вас есть число, не равное нулю, то есть обратное. Для двойки одна вторая. Для тройки одна треть. Для семи восьмых восемь седьмых. Для корня из двух единицы разделить на корень из двух. Оказывается, и здесь для пары АВ, если эта пара не нулевая, а что значит не нулевая было написано выше, вот в этом месте, то есть не пара 0, 0. Есть обратная, которая обозначается минус первой степени. И она считается по правилу. А разделить на А квадрат плюс В квадрат. Запятая. Минус В разделить на А квадрат плюс В квадрат. Поскольку А и В вместе нуля не быть не могут, то знаменатели здесь не другие. И у нас получается, что есть набор действий, к которым мы привыкли в алгебре вложения, умножения, вычитали и деления со всеми старыми свойствами. Тем самым мы реализовали пункт 2. Пункт 1b в моей программе. А там еще был пункт 1а. Помните, про что я говорил кто-нибудь? Цель, когда я говорил. Цель какая была? Помню случай. Чтоб новые числа удовлетворяли тем же законам, что и старые. А до этого, чтоб новые числа включали все старые. А это делается очень легко. Давайте попробуем сложить два конкретных числа. А 0 плюс C я пишу. Плюс C 0. По правилам сложения оно очень простое. Первое с первым, второе со вторым. Получается А плюс C. 0 плюс 0 это 0. И давайте попробуем перемножить такие две. А на 0 умножить на С на 0. Ну в результате, вон там определение наверху еще видно. Вторая формула сверху. Я должен А умножить на С. Будет АС. Прибавить, ну вычесть 0 на 0 это 0. Дальше я должен первое А умножить на 0 из второй скобки. Прибавить 0 из первой скобки умножить на С. Все равно будет 0. И смотрите, что получается. Получается вот эта формула, где видно точку в первой. Вторая формула снизу. Это как бы обычное сложение действительных чисел. Только все время таскается ненужный хвост. И с запятой 0 из скобок. Если их выкинуть, то будет просто А плюс С равно А плюс С. А вторая формула, то же самое про умножение. Поэтому можно взять и договориться. Поскольку правила действия удовлетворяются. Не различать А 0, пара, как комплектное число. И обычное, действительное число А. Считать, что это одно и то же. И не различать такие. Тогда ясно после такого соглашения старые числа становятся частью 0. Ну и последнее, что я напишу и больше писать не буду. Где же эта несчастная И? Раз мы так договорились, то единица 0. Мы теперь договорились писать обычные единицы. И считать это обычные единицы. А вот для пары 0 и 1 придумаем новое обозначение. Для краткости больше ни для чего. Ну и следуя традиции поставим И. И тогда любое комплектное число АВ мы можем записать в виде А 0 умножить на 1 0. Прибавить В 0 умножить на 0 1. Это тождество. Только надо пользоваться тем определением, которое я дал. Вот когда я здесь умножаю, то получается А на 1 плюс 0 на 0. А. А на 0 плюс 0 на 1 – 0. Значит тут просто стоит пара 0 на самом деле. А здесь получится 0B. И после этого в силу нашей договоренности сверху. А 0 считается просто А. В 0 считается просто В. А 0 и 1 мы обозвали И. И мы получаем то, что называется алгебраическая форма записи комплектного числа. Мы перешли от формальных пар к стандартной, кто проходил записи комплектного числа А плюс ВИ. И никакого вопроса, что такое И, здесь не возникает. Мы просто рассматривали множество пар. Устроили из него алгебру, которая поглощает алгебру действительных чисел. И для краткости обозвали пару 0 и 1 И. Больше не рисую и показываю картинки дальше. Есть у вас силы дослушать? Да. Ну тогда терпите. Значит, вот мы эту программу реализовали. Отманул я вас. Сказал, больше не рисую. А пункт 2 я забыл проверить. Ну что надо сделать? Надо вместо Х подставить пару 0 и 1. И умножить эту пару 0 и 1 саму на себя по тому правилу, которые я рисовал. Делать или поверите? Нет. Нет. Хорошо. Издеваетесь? Знаете, как трудно рисовать. Вот я беру 0 и 1. Ага. 0 и 1. Как пару. Умножаю на пару 0 и 1. Напоминаю вам. Я не требую, чтобы вы запомнили, поэтому напоминаю. Определение умножения следующее. Сначала я должен это умножить на это. Первое на первое, вычесть второе на второе. Пишу подробно. 0 умножить на 0. Ну, умножить. Вычесть 1 умножить на 1. Ставлю запятую. Дальше я должен. Первое умножить на второе плюс второе из первой скобки на первое из второе. То есть, если писать первый 0 умножить на 1, прибавить 1 из первой скобки умножить на 0 из второе. А внутри скобки обычные действительные числа. Это считается без всяких фокусов. Получается минус 1, 0. А пару, которая на втором месте 0, мы договорились писать просто как действительное число. Теперь видите, что получилось в минус 1? Другими словами, если подставить... Ну, собственно, другими, а теми же самыми. Если подставить вместо х пару 0,1, получается минус 1 после разведения квадрата. А минус 1 и плюс 1 дает 0. То есть, это решение получилось. Ну, вот эту программу мы сделали, как числа ввели. Что дальше? А дальше? Алгебраический путь-то не кончился. Теперь давайте это можно устно не писать. Напишем какое-нибудь сложное уравнение. Не такое простенькое, как здесь. А, например, х десятый, минус 25 х девятый и дальше кому фантазия что позволяет. И спросим, не понадобятся ли нам новые числа сверх конкретных. А тогда опять что-нибудь придумаем. Введем какие-нибудь тройки, четверки, десятки. Ответ. Нет. Никогда не понадобится. Потому что есть такая теорема. Она называется исторически основная теорема алгебры. Что если вы возьмете многочлен с произвольными комплексными коэффициентами. А комплексные – это все числа, которые мы к этому моменту прошли. То у него обязательно будет комплексный корень. И никаких новых чисел придумать не надо. На пути алгебры задача расширения числовых областей закончилась. Все. Нет вопросов, ничего придумать не надо. Значит, что мы имеем к настоящему моменту? К настоящему моменту мы достроили все числа, которые есть в алгебре. Это старая картинка. Мы к ним добавили. Ну давайте по цепочке. Вот это старая картинка. То, что уже рассказано. Добавим еще построенные нами мимые числа. И все вместе обзовем какой-нибудь буквой. Ну поскольку мы не первые уж той буквой, которую до нас придумали. Буквой Си от слова комплексные. Комплексные числа. Вот те числа, которые нарисованы, комплексные. Как вы видите, желтые – действительные числа. Это просто часть из них. Ну грубо говоря, половина. Значит, цепочка расширений продолжается. Комплексные – действительные и мимые. А здесь надо справа приписать еще принадлежит комплексные. И дальше, если я правильно помню, должна появиться рамочка. Алгебраический путь закончен. На алгебраическом пути больше ничего не сделано. Но тем не менее, я про комплексные числа должен еще сказать пару слов. Комплексные числа – замечательное дело, что у них есть простая геометрическая интерпретация. Собственно говоря, почему действительно числа такие хорошие? Потому что и вы к этому привыкли очень хорошо. Когда вы рисуете числовую ось, вы каждую точку на этой оси можете рассматривать как изображение действительного числа. И можете в определенный момент перестать изучать прямую, а рассматривать арифметику. А можете, наоборот, вместо арифметики нарисовать прямую и любить точки на ней. Есть наглядный образ точки напрямую. Так вот, для комплексных чисел тоже есть простая геометрическая интерпретация. Комплексное число А плюс БИ изображается точкой, у которой по оси абсцисс отложено А. Действительная часть называется, а по оси ордината отложено Б. Или в другой картинке. Тут почти то же самое, но только тут хорошо видно, что это стрелка. Значит, можно считать точкой, а можно считать радиус вектором. И правило сложения комплексных чисел такое же, как правило сложения векторов. Но самое замечательное заключается в том, что точки на плоскости их использование возможно не только с помощью декартовых координат, а с помощью полярных координат. И запись комплексных чисел с помощью полярных координат позволяет легко извлекать из них корни. Но это я рассказывать не буду, потому что здесь нужно знать такую зверскую вещь, как тригонометрия. А как вы знаете тригонометрию, я хорошо знаю, ведя много лет занятия на первом курсе. Поэтому это мы оставили. А кто все это придумал? Переходим опять к истории. А придумали все это независимо разные люди. А этого, я думаю, вы должны знать. Это Карл Фридрик Гаусс, у которого в истории есть кличка король математика. Но он действительно был великий математик. Встречалось его имя в школе? Все спят? Не все? Не все. Неужели не встречалось? Если не встречался, скажу про него человеку. По-моему, должны знать. Расскажу. Гаусс был вундеркинд. Слово вундеркинд понятно? В переводе необыкновенный ребенок. Рано изливался. А когда Гаусс учился в школе, было прямо как сейчас. Не хватало учителей математики. Каким путем пошли немцы в то время? Они заходили в один класс учеников первого, второго и третьего класса. Первый ряд первый класс, второй ряд второй класс, третий ряд третий класс. А учитель один. Потом это было в России в первые годы. В советской власти назывался бригадный метод обучения. Бригада первого класса, второго и третьего. Этот учитель, считая себя, как любой учитель, очень хитрым и умным, решил, дам я первого и второго класса задачу, чтобы они тупо считали. А сам чего-нибудь расскажу третьему классу. И говорит, вот вы первый и второй ряд сложите все числа от одного до ста. Но он не успел дойти до третьего ряда. Потому что умный Гаусс поднял руку и сказал, господин учитель тысячи пятьдесят. Господин учитель не мог так быстро складывать. Потому что он не знал арифметическую прогрессию. А Гаусс быстренько, пока учитель сделал два шага, понял, что это арифметическая прогрессия, и мы не сложим, а первое плюс ам, один плюс сто умножить на эту половину пятьдесят. Ну, вот эта легенда такая. Возможно, что она похожа на правду. Но, разумеется, он знаменит не этим, а своим математическим результатам, полученным во взрослых годах. Которые тоже очень красивые, но на все время. Другой человек – это Жанр Арган. Портрет которого не сохранился. Ну, вот сейчас надо говорить не о Атарке, а чтобы все-таки реакция была приличная, она записывается. Поставим то, что принято. Когда нет портрета, вот такой символический профиль. И третий был – Каспар Весель. Все эти люди независимо придумали геометрическую интерпретацию. Нам с вами она кажется простой. Даже если вы не поняли, что такое комплектное число, вы хорошо поняли, что если есть А плюс Б и И, то можно изобразить точку. Одна координата, другая Б. Ну, потому что до нас работали многие люди, нам это легко. Как вы думаете, кто из них первый придумал? – Каспар Весель. – Каспар Весель. – Каспар Весель. Но в науку это важно только после Гаусса. Значит, Весель это придумал в 1799 году. Арган – в 1806 году. А Гаусс 1831. Поскольку Гаусс был знаменитый в это время человек, после того, как он это написал, все это с радостью восприняли. И это было очень важно. Потому что с этого момента, несмотря на историческое название «мнимые числа», комплексные числа для математиков, по крайней мере, потеряли в театрую там мистику. Все, все стало просто, это точка на плоскости. Но до сих пор они, конечно, являются элементами мистики для писателей-фантастов и для журналистов. Но есть еще категории людей, для которых это мистика, но я их не буду называть. Значит, столько глупостей, сколько написано про «мнимые числа» и многомерные пространства, научные фантастики и журналистики, ни о чем другом появилось, столько глупостей не написано. Почему же другие пропали? Жанр Гант напечатал свой труд, но он не был таким известным человеком, как Гаусс. А Каспару Виссеру вообще не повезло. Он опубликовал свой труд на датском языке. Но кто у нас читает по-датски? И тогда мало читали математику на датском языке. И его раскопали только современные историки. Так что история – вещь несправедливая. Первый этап труд – Каспар Виссер. А Гаусс независим? Независим. Гаусс – это органы независимы. Ну, для Гаусса – это повесение. И ответили независимы? А? И ответили независимы. И ответили независимы. Оба этих человека, и органы Гаусс, про Виссера сто процентов не знали вообще. Это открыли современные математики. Но потом Гаусс, по-видимому, уже знал про органы. Ну, а он не виноват. Он опубликовал все повелищи. Но Великий не виноват. Ну, и тогда не было таких жестких приоритетных, конечно, вопросов, как сейчас. Так или иначе, к концу лекции у нас остался второй путь. Посмотрите, как замечательно он дома. Прямая – это множество действительных чисел. Это значит, почти в любой момент мы можем заменить геометрию на прямой на изучение действительных чисел. Плоскость – это множество комплекций в числе. Это значит, мы можем вместо геометрии плоскости или не вместе, а излагать геометрию плоскости на языке чисел комплекций, ну и пусть их легко выучить. Непонятно. Хотелось бы пойти дальше. Это уже не алгебраический путь, а идеями. С прямой все хорошо. На плоскости есть числа, которые ее кодируют, точки на плоскости. Что дальше надо пытаться делать? В трехмерном пространстве нет чисел, которые так же хорошо, как комплексные, кодируют трехмерное пространство. Ну, у меня порядок слайдов немножко отличается от порядка рассказа, поскольку текст не написан. И был такой человек, который прошел в этом направлении. Это английский математик Габельстер. И он лет десять пытался ввести новые числа, так чтобы эти числа кодировали точки трехмерного пространства. И не смог. Но зато он придумал числа, которые кодируют точки четырехмерного пространства. Кому не нравится двух-четырехмерное пространство, он придумал, появляйтесь, вот такие числа. Они устроены так же, как комплексные числа. Комплексные – это пара действительных. А здесь четверки действительных. А, Б, С и Т – здесь действительные числа. А вот эти И, Ж и К – это такие, как мимо единицы, только их три разных штуки. Три разных мимо единицы. И тут получилось нечто похожее на числа, которые Габельстер назвал квадернионами. Ну, квадер четыре. А что надо, чтобы уметь умножать комплексные числа? Нужно уметь умножать И на И, что я вам показывал. Это будет минус единицы. Значит, чтобы уметь умножать такие четверки, надо уметь умножать один И, Ж и К друг на друга. Вот такую табличку умножения придумал Габельтон. И в этом месте можно оправдываться и закричать, ага, есть новые числа. А вот они вовсе не числа в том смысле, как мы договорились. Тут теряется важное свойство. Здесь нет коммутативности. Если умножить И на Ж, получится К. А если умножить Ж на И, получится минус К. А устроить так же было коммутативность, не удается. Габельтон им не удалось. А теперь мы знаем, что это вообще нельзя сделать. Значит, в четырехмерном пространстве, чтобы трехмерное вообще не получилось, а четырехмерное, чтобы закодировать числами, надо потерять кусочек алгебры, потерять коммутативность. Ну хорошо, трехмерная неудача, четырехмерным не получилось, а дальше? Оказывается, в восьмимерном пространстве можно опять закодировать точки. или по-другому можно придумать супер-супер-супер-супер комплексные числа, которых мимых единиц не одна, как в обычных, и не три, как у Габельтона, а семь штук. Эти семь плохо обозначаются, и поэтому они еще и переобозначены Е1, Е2 и так далее, и Е7. А восьмая единица, обычно, это их таблица умножения. Называются они числа Кейли. Но грустный момент заключается в том, что здесь пришлось пожертвовать не только коммутативностью, но и таким хорошим свойством, как ассоциативность. Напоминаю, если есть три множителя АВС, нам все равно сначала А умножить на Б, а потом на С. Или сначала Б на С, а потом на первое А. В числах целых, натуральных, действительных, комплексных это выполняется. В числах квадронионов это выполняется. А здесь все это не выполняется. Здесь уже жертвы большие. Это и не коммутативно, и не ассоциативно. От алгебры почти ничего не осталось. Правило раскрытия скоба только осталось. Надо вам сказать, я заканчиваю, терпите, минут пять спрос. Надо вам сказать, что в отличие от комплексных чисел, важность которых в математике и ее предложениях фантастические. То есть без них и математика была очень кислой и грустной. Без них некоторые приложения, например, гидродинамика не формулируют. Да и вообще большая часть физики. Квадронионы мало кому нужны. Из-за того, что там нет коммутативности, у них мало очень приложений. Казалось бы, это еще хуже. Но вот где-то лет пятнадцать назад физики обнаружили, что актамионы хороший язык для так называемой теории Струн. Что это такое я не понимаю, но красивые слова знаю. Теория Струн претендует на описание всего. Теории всего. Так вот теории Струн они нашли применение. Но я их не знаю. Зато я скажу другое, что я знаю. На самом деле название числа Келли несправедливое. До того, как Келли придумал эти числа, человек по имени Джон Грейвс их уже придумал. Келли был вторым. Но Джон Грейвс не успел опубликовать. И поэтому числа несправедливо называются числами Келли. Но зато Джон Грейвс придумал еще более громоздкие числа, которые называются Сидеоны. Там шестнадцать размеров. Одна единица обычная и шестнадцать мимых единиц. Но они настолько ужасные, что я их даже не поместил на картинку. Потому что там новые жертвы нужны. Там алгебры почти не осталось. И назвать их числами как-то язык не поворачивается. И вот когда была вывешена реклама про мой доклад сегодняшний, мне доктор Физмат наук Леронов из института, как он называется? Микроструктура. Микроструктура, простите, спасибо. Написал мне, что оказывается он и его товарищи нашли, скажем, гипотетическое приложение к физике. И даже опубликовали по этому поводу работать. Так что в математике мало чего пропадает зря. Но я все-таки их здесь не изобразил. Ну хорошо. Вот указывал мной математикам Гамильтону, Кейли и даже Грейсу. В них не удалось придумать для трехмерного случая ничего. Бог с ним танцует. Но может им не удалось, кому-то потом удастся, вы подумаете, чтобы обессмертить свое имя как кардана, забросьте все свои дела и будете придумывать обобщение комплексных чисел, которые будут кодировать точку первого государства. Не нужно, не получится. Есть теорема Фрабениуса, уже старинка и теорема, где-то 150 лет. Я ее аккуратно не буду формулировать. Тут и так есть непонятные слова, конечномерные. Но смысл вы поймете. Всякое конечномерное расширение множества действительных чисел, расширение от нового числа, которое охватывают старые и с теми же таком. Сохраняющее ассоциативность умножения либо совпадает с самим множеством действительных чисел, либо множество комплексных чисел, либо, коммутативности не требуется. Множество квадернеонов. И все. Сам Фрабениус выглядел вот так. А из его теоремы следует, что не существует варианта комплексных чисел с двумя минимумными единицами. С тремя существует, правда, не коммутативный квадернеон. А с двумя нет. То есть трехмерное пространство не закодируйте никакими новыми числами. Также нельзя и квадернеоны сделать всего с двумя минимумными единицами. Не получится. То есть квадернеоны жертвой коммутативности спустить в трехмерное пространство все равно не удастся. Так что природа устроена гораздо сложнее. И, по-моему, у меня остался предпоследний слайд. Кто хочет разобраться в том, что я рассказывал, включая теорему Фрабениуса, есть хороший способ. Был такой академик Пантрягин, подающийся математику двадцатого века. И он написал для школьников книжку об общении числа. Поскольку это было давно, эту книжку успели переиздать. Эта книжка не сложная, хорошо написанная. И теорема Фрабениуса не такая уж сложная. Всего там пять страниц выпуска, но они понятны. Их вполне может школьник понять. Если интересно, можете разобраться. А закончу лекцию словами Леопольда Кронекера, был такой немецкий математик, который сказал, почитайте его по-немецки. В переводе это означает «Бог создал целое чистое, все остальное делаю руку человека». Ну, во-первых, если следовать смыслу, Кронекер сказал неаккуратно. Уже аккуратно может «Бог создал натуральное число». Потому что отрицательное число придумали китайцы, а китайцы – человеки. И поэтому правильно нужно сказать, что «Бог создал натуральное число, и все остальное делалось человеком». На самом деле, я считаю это так. Все числа придуманы людьми. Но натуральные просто людьми, а остальные уже математиками. Все это творение разное. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, для этого выявлено. А можно ответить? Да. Вот вы говорили, что определение натуральных чисел потребуется в связи с тем, что стали выглядеть повышенные требования к строгости. Да, говорил. Не потребовало тогда определение натуральных чисел. А не потребовало ли тогда определение, что такое математическое строгость? Это хороший вопрос. Но, конечно, надо бы что-то общее понимать и под математической строгостью. Но, с другой стороны, мы и на этом пути откликнемся в забор. Правильно ли вы поняли, что я еще там мимолетно сказал? Все определить нельзя. Вот я пытаюсь определить, что такое человек. Человек – это многое животное, которое рассказывает, рассказывает лекции или слушает их. Сразу возникает вопрос, что такое животное и что такое нога. Если я скажу, нога – это конечность человека, то грозится на мое определение. Человек через ногу, ногу через человека. Понятно, да? Но я могу сказать по-другому. Нога – это некоторый орган живого существа. Дальше я спрошу, что такое живое существо. Рано или поздно все слова кончатся, я вернусь сначала. Это не определение. Я это понимаю. Значит, как определить уровень математической строгости? По-видимому, формально это сделать нельзя. Когда вы захотите определить уровень математической строгости, вам придется создать новый язык, он называется метаязык. И на этом метаязыке вы рано или поздно сумеете сказать, что такое математически строгое. Но потом вы вправе задать вопрос, а сам ваш метаязык строгий или нет? Тогда надо придумать мета-мета-язык. Это вещи, которые, в общем, были осмыслены в 20 веке, и к этому имеют отношение знаменитые теоремы Гёделя о неполноте. Дальше я остановлюсь, иначе будет новая лекция. То есть вопрос правильный, но ответа по существу на него нет. Если вы захотите сейчас сделать это аккуратно, вам придется расширить свой язык, и будет про новый язык вопрос. Что такое танство? Да. Вопрос следующий. Вот когда, допустим, вы говорили об истории, то есть когда у нас в математике дошли до какого-то этапа и, ну, не знали, что за число является, допустим, корнем, да, ну, грудь, то они придумывали новое число и втесняли его в правила, которые уже существуют. Так вот, когда появились вот эти вот кватернионы, актанионы и прочее, у нас появились числа, которые не входят в систему, да? Да. Так вот, не появилось ли еще людей, которые создают новую систему, скажем так, математики, в которых правила астативности, коммутативности, они как-то, ну, неприменимы, что ли? Значит, тут у меня будет двойной ответ. Значит, во-первых, конечно, нет такого требования рассматривать только коммутативные вещи. Наоборот, некоммутативная алгебра – это мощная, еще не законченная раздел математики, и он полезен в том числе и в физике, но только числа имеется называть некрасивыми. То есть исследуются объекты, которые устроены как числовые поля, скажу красиво, в которых правила действия привычные, кроме одного – коммутативности. Там возникают новые эффекты, они полезные, они изучаются, даже есть термины – некоммутативные алгебры. Могу даже имена великих математикам привести. Это с одной стороны. Изучаем. но без претензий, что это будут числа, и даже они не дадут трехмерного пространства. Вы это поняли, да? Их изучают как объекты некоммутативной алгебры, но числами их уже не называют. И они по природе могут быть нечисты. Вообще, на самом деле, действие можно делать не только с числами. Как вы знаете, и без меня можно складывать вектора, можно умножать матрицы, знаете, вы или нет. Но действие это есть. Поэтому про числа все закончено в науке. Но не коммутативные области изучаются. Но есть другие вещи спекулятивные. Раз вы задали, я вам скажу. Вот есть попытки придумать новую числовую парадигму, так говорят авторы. Парадигму, то есть для одночисловых. Включить числа бесконечности в виде некоторых объектов. И даже некоторые авторы получают за это премии имени Пифагора. Ну а авторы говорят, может вы читаете прессу. Нижегородский итальянский математик Сергеев. Ну я считаю, что вот эта часть области деятельности Сергеева шарлатанства и премия весьма условно. Я не буду на этом распорядиться. Но у профессора Сергеева есть еще другая область деятельности, оптимальное управление. И там у него, по-видимому, не знаю насколько великие, но чистые результаты. Здесь шарлатанство. То есть, конечно, спекулятивных попыток устраивать что-то новое число, а потом громко об этом кричать, они были, они будут. Но что касается математики, вот как я и сложил, как я понимаю, я вам рассказываю. Спасибо. Да. А вот формула кардана, вы показывали нам, там стоят радикалы. Вот скажите, пожалуйста, исторически, как они это вычисляли, как они это вычисляли, как они это вычисляли. Здесь я боюсь набрать. Сам-то я вычислять могу, меня учили. Но как они вычисляли, я не знаю. Но здесь это совершенно не важно. Я вот вам привел пример, я его повторю, он очевидный, усно повторяю. Они не хуже нас с вами, не умея записывать формулы. Понимали, что уравнение, которое я, конечно, формулу говорю, x-1 умножить на x-2 умножить на x-3 имеет три корня, действительно, 1, 2, 3. И точно так же, не записывая эти критикалы, это точки позже появились, понимали, что там придется извлекать корень из отрицательного числа для этого уравнения с нормальными корнями 1, 2, 3. Это они видели. И они даже для этого придумали термин «неприводимый случай». В каком смысле неприводимый? Когда отыскание настоящих, хороших, ненатуральных 1, 2, 3 корней сводится в неустранимых действиях с корнями из отрицательных чисел. А как они их вычисляли, я вам сказать не могу. Я могу сказать, что в простейших случаях это понимал Бомбери. В простейших. А в сложных это только после того, как появилась формула Муабра. После меня карданы, я думаю, никак не мог извлекать. Но он понимал, что там приходится работать с новыми числами, с корнями из отрицательных. Понятно? Он не умел извлекать корни. Иссяк ли, нет? Георгий Павлович, а кто же начал все-таки формулу писать? Кто начал формулу писать? Кто как раз это дело облачил уже? Про это дело мне трудно сказать, кто облачил. А кто вообще начал формулу писать? Это началось с Виета, который придумал алгебраические обозначения. На самом деле, до этого был гильный путь. И эти обозначения появлялись как бы против воли. Людям надоедало писать словом «равно». И они брали, как правило, первую букву от слов. И потом это превратилось в обозначение. Но революционный шаг – обозначать буквами неизвестные величины. Неизвестные раньше. Они называли словом «вещь». В средневековой Германии называли словом «вещь». И на этом языке работали и карданы с картами. Они в уравнении, которое я там писал, говорили так. Вещь плюс несколько вещей в кубе. Вещь плюс ее в кубе плюс семь. Это по-русски в кубе. Х плюс и кубе плюс семь. Ну какая разница? Говорить все время вещь или говорить х? Можете сказать, что у них было обозначение. Но революционный шаг, когда можно было писать формулу, принадлежит Виетту. Он придумал обозначать буквами неизвестные величины, параметры А, Б, Ц. Это идет с Виетты и Декарт, который жил ненамного позже Виетты, он уже писал формулу. Если вы это спрашивали. Спасибо за хорошее слушание и вопросы.